Добрый день дорогие друзья, рад видеть вас на канале Гороскоп, прогноз у нас на 5 августа 23 года, мы как всегда начинаем начинать, а начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала, поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я как и обычно, желаю вам приятного просмотра, поехали! Овен. В этот день, Овен уже с утра может чувствовать себя так, как будто у него подсел аккумулятор, ему даже может показаться, что все вокруг происходит в ускоренной перемотке, настолько его внутренний ритм не будет соответствовать внешнему. Если обстоятельства позволяют Овну находиться в расслабленном состоянии в этот день, замечательно, режим энергосбержения принесет необходимый отдых. Гороскоп утверждает, что день отлично подходит для неторопливых прогулочек, задушевных бесед тет-а-тет и философствований, а вот лидером гонки в этот день Овну точно не стать. Любовный гороскоп для Овна. Овен в этот день похож на мартовского кота. Он думать не может ни о чем, кроме любви. Гороскоп уверяет, в этот день ему просто необходимо чувственные удовольствия. Овна наполняет гармонией, которую он способен поделиться с окружающими, рядом с ним спокойно и хорошо, ему хочется довериться. Если у него на примете есть кто-то, еще не поддавшийся его очарованию, в этот день Овен получает огромный шанс растопить ледяное сердечко. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день Овен способен очаровать окружающих людей без лишних слов, одним лишь личным обаянием и улыбкой. Это самое удачное время, чтобы пропиарить тебя любимого или устроить презентацию личного вклада в процветание компании. Овну в этот день удастся сделать это без особого труда, причем не особенно углубляясь в математические расчеты и факты. Вместо скучных докладов и многомерных графиков, он продемонстрирует коллегам свой энтузиазм, горящие глазки и яркую улыбку победителя. Перед его харизмой никто не устоит. Вы уж поверьте. Телец. В этот день у Тельца все может буквально валиться из рук. Звезды гороскопа напоминают. Все это пустяки. Дело, как говорится, житейское. Так что собирайте осколки разбитой посуды, исправляйте косяки в отчетах и игнорируйте новую царапину на бампере своего автомобиля. Сохраняя в этот день улыбку и спокойствие, Телец может завершить все дела этого дня, пусть и не на отлично, но на твердую четверочку точно, а может даже и с плюсиком. А ближе к вечеру было бы неплохо заняться активным отдыхом. Это поможет Тельцу зарядиться энергией для нового дня. Любовный гороскоп для Тельца. Вполне вероятно, что в этот день к Тельцу обратятся за утешением. Близкий друг может нуждаться во врачевании сердечной раны. Если друг окажется противоположного пола, не исключено, что это станет первым шагом к сближению. Отношения могут выйти за рамки дружеских. Что ж, если вы давно мечтаете вырваться из френдзоны, в этот день лучшее время предпринять такую попыточку. Согласно любовному гороскопу, сейчас Тельцу легко удается непринужденное общение, а потому самое время отправляться на свидание. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В этот день Тельцу невероятно сложно установить контакт с окружающими. Бывают такие дни и стоит отнестись к данному факту философски. Гороскоп не советует Тельцу начинать в этот день масштабные совместные проекты. Без взаимопонимания не будет слаженной командной работы. Как лебедь, рак и щука, каждые будут тянуть в свою сторону, отчего дело будет топтаться на месте. Так что Тельцу предлагается либо сыграть в одиночку, либо дождаться окончания этого неприятного периода, а потом уже строить доверительные партнерские отношения. Близнецы. Гороскоп утверждает. В этот день добиваться своего близнецы будут через желудок. Хотите заключить выгодную сделку? Ведите партнера в ресторан, добивайтесь расположения возлюбленного, приглашайте его на ужин. Себя уговорить сделать что-либо, Тельцы смогут тоже исключительно вкусненьким. Не получается решить сложную задачку? Слопайте шоколадину. Гастрономический путь к успеху приятен и таит в себе лишь одну опасность. Это переедание, конечно же. В этот день близнецам стоит внимательно отнестись к комбинированию продуктов и величине порций. Будет очень сложно сдерживаться. Любовный гороскоп для близнецов. В этот день миссия близнецов украшать этот мир и делать его немножечко лучше. Самое время согреть любимых людей лаской и заботой. Впрочем, в этот день близнецы – настоящее солнышко не только для близких. Их обаяние распространяется на всех вокруг, а потому если они одиноки, достаточно просто улыбнуться тому, кто волнует их сердце. Гороскоп уверяет – это самый действенный способ обратить на себя внимание в этот день. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецам не стоит рассчитывать в работе только на себя. Даже если они привыкли работать самостоятельно, в этот день следует попросить помощи у коллег или найти партнеров. Вместе удастся добиться куда больших результатов. Да, видите ли, и риск ошибиться в расчетах и решениях можно будет тогда минимизировать. Так что звезды советуют близнецам отбросить амбиции и играть в команде. В этот день это ключ к их успеху в финансовых делах. Рак. В этот день неоднозначное для Рака время. Если в делах и финансах он обещает быть достаточно успешным, то в плане отношений с окружающими – весьма напряженным. Вполне возможно, что кто-то окажется недоволен действиями Рака и начнет ставить ему палки в колеса. Чтобы этого не произошло, гороскоп советует Раку в этот день внимательнее относиться к реакции людей на свои действия и слова. Но главное – посмотреть на себя со стороны. Похоже, ему в этот день не хватит дипломатичности, а вот жесткости и командного тона, наоборот, в избытке. Перестаньте придираться по пустякам, и вы увидите, что накал страстей спадет, как по волшебству. Любовный гороскоп для Рака. В этот день Рак может ввязаться в погоне, он будет убегать, а его любимый человек пытаться догнать его на вазу, окруженным проблемами. Его второй половинке стоит позволить Раку ретироваться. Решать серьезные вопросы он в этот день не способен, а вот кричать и ругаться очень даже может быть. Гороскоп призывает – оставьте Рака в покое. Лучше предложите ему бокал, винишко и что-нибудь вкусненькое. И, как говорится, пусть весь мир обождет. Гороскоп карьеры и финансов для Рака. В этот день Гороскоп не советует Раку рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Все его поступки и решения должны быть четко выверены, а от авантюр лучше вообще отказаться. Они могут окончиться очень даже плачевно. Все рабочие вопросы следует решать стандартными путями, без импровизации. Самое лучшее, что может в этот день сделать Рак – это заняться текучкой, выполнение которой доведено до автоматизма и риск совершения ошибки сведен практически к нулю. Впрочем, это отличный день, чтобы разобраться с рутиной. Лев. Гороскоп предупреждает, что в этот день Льва может захватить непреодолимое желание сорить деньгами, даже если сорить особенно-то и нечем. Чтобы не впадать в ненужные траты, Льву стоит задуматься, возможно, за его желанием покупать, скрывается стремление получить удовольствие. Тогда шопинг – далеко не лучший выход. Льву стоит поискать другие способы почувствовать вкус жизни. Эфирическая сценка в спальне, встреча с друзьями или прогулка по лесу. По-настоящему обрадовать Льва, приведя его в гармонию с собой, в этот день могут очень простые и совершенно бесплатные вещи. Любовный гороскоп для Льва. Более приятной компании, чем Лев, вы в этот день точно не найдете. Поболтать с ним о погоде. Поэзии и любви в этот день – настоящее удовольствие. Гороскоп предупреждает, вот только не надо требовать сейчас от Льва ответов на вопрос об отношениях. В этот день он слишком несерьезен, чтобы задумываться о будущем и анализировать прошлое. Зато Лев наслаждается настоящим и с радостью поделится этим настроением с любимым человеком. Гороскоп карьеры и финансов для Льва. В этот день Льву гороскоп рекомендует искать союзников и единомышленников. С ними целей можно достичь в три, в три раза быстрее. Также не стоит принимать решения, основанных лишь на собственном убеждении или впечатлении. Каждый вопрос потребует в этот день коллективного обсуждения. Словом, звезды настраивают Льва на командную работу, что означает поиск компромиссов и внимания к мнению других людей. Где-то, возможно, даже придется поступить со своими привычками и принципами. Однако, впечатляющий финансовый результат примерит Льва со сложившимися обстоятельствами. Вот и все. Дева. Даже если в последние дни Дева находилась в состоянии беспокойства, гороскоп утверждает, что в этот день она сможет достичь умиротворения. Источником станут внутренние ресурсы. Деве достаточно лишь немножечко отстраниться от ситуации, и она сможет совсем по-новому посмотреть на проблему, которая ее волнует. Весьма вероятно, что будет найдено неожиданное решение какого-то вопроса. Этот день хорошо провести в компании друзей. Дева сможет поделиться с ними своими философскими настроениями. Главное, не совмещать общение с чрезмерными излияниями. Алкоголь способен нарушить гармонию этого дня. Запомните. Любовный гороскоп для Девы. В этот день сны Девы могут оказаться вещами, а подслушанные разговоры необычайно важными. Любовный гороскоп призывает Деву отказаться от активных действий в отношениях. Лучше сосредоточьтесь на своих ощущениях и разберитесь в том, чего на самом деле хотите. Тем более, что вселенная готова дать вам в этот день подсказки о будущем вашей любви. Просто нужно навострить ушки. Доверяйте предчувствиям, слушайте свое сердце. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Деву может ждать непростой денечек, состоящий главным образом из мелких проблем и забот. Один из тех, когда бегать немного, а толку, по факту, очень мало. Постоянные задержки и сбои в работе могут происходить буквально на ровном месте. И с этим ничего, увы, не поделаешь. Так сложились звезды. Так что Деве в этот день главное не строить грандиозных планов. Все равно большую часть реализовать не удастся. Хорошо то, что снижение личной эффективности Девы начальство не заметит. Так что проблем с этой стороны можно не опасаться вовсе. Весы. В этот день фантазия может сыграть с весами золую шутейку. Они будут настроены весьма творчески перерабатывать полученную информацию. В этот день они мастер по раздуванию мух до слоновьих размеров. Чтобы избежать связанных с этим недоразумений, ошибок и неверных выводов, гороскоп предостерегает весы в этот день от вольных интерпретаций, призывая к логическому мышлению. Не стоит идти на поводу у страхов и комплексов. Лучше используйте разыгравшееся воображение во благо. Ну, скажем, к примеру, в этот день яркие фантазии весов отлично помогут им в любых креативных делах и в общении с детишками. Они будут лучшей наперстник в играх. Ну, а кроме того, творческий подход весов порадует их любимого человека в спальне. Любовный гороскоп для весов. Чтобы заинтересовать кого-то своей персоной, весам в этот день достаточно быть молчаливыми и улыбчивыми. Не стоит выворачивать наизнанку душу, оставьте немножечко загадочности, и у ваших ног появится новый поклонник. Любовный гороскоп весов на этот день более чем благоприятен. Звезды наделяют их внутренним свечением, которое привлекает людей противоположного пола, как фонарь мотыльков. Главное, не вспугнуть резким словцом. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весы почувствуют непреодолимое желание обновить что-то в своей жизни и выбраться из рутинных забот. Кажется, в последнее время они много работают, и от усталости краски жизни для них немножечко потускнели. Даже небольшое разнообразие в трудовых буднях скажется на эмоциональном состоянии весов положительно. Их способен встряхнуть новый интересный проект, который захватит целиком, все время и мысли. Или, скажем, короткая командировка в соседний городочек для обмена опытом с коллегами. На худой конец можно пойти на обед в новую кафешку за углом. Словом, весам, как воздух, нужны свежие впечатления. Они дадут им нужный импульс для эффективной работы. Скорпион. В этот день Гороскоп предупреждает Скорпиона. Его излишняя эмоциональность может привести к тому, что он упустит выгоду прямо из рук. Чтобы этого не произошло, постарайтесь в этот день обуздать чувства, как отрицательные, так и положительные. Помни о том, что из-за бурной радости также можно потерять способность рассуждать здраво, как и из-за злости. Также Скорпиону стоит внимательно следить за количеством потребляемых калорий. В этот день он может легко сорваться в какое-нибудь гастрономическое безумие, которое незамедлительно отразится на фигуре. Любовный Гороскоп для Скорпиона. В этот день Скорпион способен покатать любимого человека на крыльях мечты. В этот день он без труда увлекает в мир своих фантазий, удивительно романтичных и легких. Давно не говорили по душам со второй половинкой, самое время это сделать. Только не надо вспоминать о проблемах, говорить о чувствах и своих надеждах. Хотите привлечь в отношение гармонию? Рецепт Гороскопа для Скорпиона на этот день прост. Вкусный ужин под тихую музычку и два часа обнимашек и целовашек. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день Скорпион склонен предаваться блаженному ничего не деланию, даже на работе. Ух ты! Впрочем, это временная передышка, позволяющая немного прийти в себя и восстановить силы. Чтобы обеспечить себе отдых, Гороскоп советует Скорпиону бесцеремонно делегировать часть обязанностей коллегам, а не срочные задачи вовсе отложить до лучших времен. И здесь коллегам и руководству в этот день лучше проявить такт и понимание. Уже совсем скоро Скорпион вновь засучив рукава и с головой погрузится в текущие дела. Так что пусть весь мир чуточку подождет чего-то там. Стрелец. Особенность дня для Стрельца в это время – склонность к чрезмерности. И Гороскоп предупреждает, что проявляться это качество может практически во всем. К примеру, в этот день Стрельцу может захотеться положить слишком много еды себе на тарелочку, купить побольше вещей в магазине, получить как можно больше внимания от окружающих. Гороскоп советует Стрельцу не слишком жадничать и не поддаваться страстям. Впрочем, в меру побаловать себя очень даже можно, если, конечно, это не ущемляет интересы других окружающих вас людей. Любовный Гороскоп для Стрельцов. В этот день Стрельцу хочется забыть обо всем, кроме любви. В этот день он бесконечен, горяч и юн душой. Здорово, если у него сейчас на самом деле есть время, чтобы побыть наедине с любимым человеком или своими розовыми мечтами. Начальству Стрельца следует дать ему в этот день выходной. Все равно толку на работе от него на самом-то деле и не будет. Гороскоп предупреждает, есть опасность, что вторая половинка может упрекнуть Стрельца в инфантилизме. Однако его очарование сейчас так высоко, что скорее он увлечет ее за собой в облака к воздушным замкам. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день звезды настоятельно советуют Стрельцу умерить свой пыл и не суетиться на работе, стараясь достичь фантастических результатов, чтобы не заслужить ни одобрения коллег. В этот день в его рвении окружающие могут увидеть желание выслужиться перед начальством и отнесутся к этому резко негативно. Так что Стрельцу лучше провести этот денечек ровно и спокойно, занявшись текущими делами и не фонтанируя идеями. А свой энтузиазм лучше вечером обрушить на родных и близких. Они явно соскучились по вашему вниманию и воспримут повышенную активность адекватно. Козерог. В этот день Козерога могут одолевать самые разные нескромные желания, которые он захочет скрыть от окружающих. Возможно, любые вариации на тему семи смертных грехов. Внутренняя борьба с собой способна отнять все внимание Козерога, вплоть до того, что он будет казаться окружающим этаким каем во время пребывания в плену у Снежной Королевы. Порой эмоции Козерога способны вырываться на поверхность к недоумению тех, кто находится рядом с ним. Чтобы не пугать окружающих резкими перепадами настроения, Гороскоп советует Козерогу в этот день больше времени находиться наедине с самим собой. Постарайтесь разобраться со своими чувствами и желаниями. Это вполне вам по силам. Любовный Гороскоп для Козерога. Козерог в этот день – это лучшая визави для любовного свидания. Он настроен романтически и сумеет замечательно организовать интимный тет-отетчик. Или по достоинству оценить старания партнера, если инициатива встречи исходила от него. А вот с житейскими заботами и разного рода бытовыми проблемами Козерогу в этот день лучше даже и не подходить. Заниматься ими он не расположен. Гороскоп предупреждает. Сейчас общий язык с Козерогом может найти только тот, кто говорит исключительно о любви. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день звезды предостерегают Козерога от принятия скоропалительных решений. Какими бы радужными ни казались перспективы, даже если дело кажется абсолютно беспроигрышным, Козерогу в этот день лучше выждать какое-то времечко, прежде чем реализовать проект. Постарайтесь без эмоций оценивать все поступающие предложения. Возможно, что где-то между строчек договора есть неуточненные риски, которые впоследствии больно ударят по финансовому благополучию. Водолей. В этот день Водолей с утра будет пребывать в благодушном настроении. Он готов прощать близким людям ошибки, не злиться на коллег по работе и принимать любимого человека со всеми его недостатками. Такой оптимистичный настрой обеспечит положительными эмоциями не только самого Водолея, но и всех, с кем он в этот день пересечется на пути. Согласно гороскопу, это день радостных событий и приятных озарений. Водолею также только и остается не сопротивляться потоку удачи и не забывать благодарить мироздание за все хорошее, что происходит в этот день на его жизненном пути. Любовный гороскоп для Водолея. Мы с тобой мечтатели. Эта песня Билана может стать гимном Водолея на этот день. В этот день он способен живописно описать свои чувства и эмоции, нарисовать картинки светлого будущего отношений и главное, будет верить в каждое свое слово. Что ж, все в нашей жизни начинается с мечты. Однако гороскоп предлагает сдерживать в этот день птицу фантазию. В клетку ее запирать, конечно же, не стоит, но и улетать слишком далеко от реальности не давайте. В противном случае Водолея в ближайшем будущем обвинят в невыполнении обещаний. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолей склонен верить предчувствиям и поддаваться внутренним порывам. Гороскоп рекомендует ему немножечко остыть и постараться проанализировать ситуацию, взглянув на нее немножечко со стороны. Возможно, что интуитивные решения продиктованы не шестым чувством, а банальными эмоциями и скоро Водолею сильно усомнится в том, что в этот день ему кажется единственно верным. Если не знаете, как поступить, просто сделайте паузу и немножечко переждите. Совсем скоро обстоятельства прояснятся. Рыбы. В этот день рыб целиком захватят дела домашние. Решение бытовых вопросов в этот день будет не в тягость, так что им стоит заняться тем, до чего раньше не доходили их ручонки, уборкой или мелким ремонтом. Кроме того, гороскоп предупреждает. Особого внимания рыб в этот день потребуют близкие люди. Уделите время детям, любимому человеку, старшим членам семьи, друзьям или четвероногим любимцам. Сами же рыбы по внутреннему состоянию в этот день могут походить на запас левого хомяка с девизом «Все в дом, все в дом, дорогие мои». Из-за этого они рискуют потратить слишком много деньжат в гипермаркете. Желание сделать запасы в этот день способно затмить любые доводы логики. Любовный гороскоп для рыб. Не исключено, что рыб в этот день захлестнут эмоции, которые им придется тщательно скрывать. Есть опасность, что сдерживаемая лава страстей прорвется наружу, и рыба либо задушит любимого человека в своих объятиях, либо устроит грандиозный скандал. Если вторая половинка будет сопротивляться или окажется вне зоны досягаемости, гороскоп призывает рыб в этот день не доходить до крайности и самовременно выпускать пар. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день рыбам звезды предлагают не слишком руководствоваться ранее составленными планами, так как ситуация может сильно меняться, вынуждая их немедленно действовать и принимать быстрые решения. Повороты событий могут быть как позитивными, так и негативными. И тут рыбам потребуется не только умение быстро действовать, но и хорошая выдержка, чтобы не сорваться. Что же, рыбам можно пожелать только терпения. Впрочем, уже в этот день, к вечеру, они поймут, что не делается, все к лучшему. Вот и весь прогноз, мои дорогие. Спасибо вам огромное за ваше внимание, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всем, во всех ваших начинаниях и трудах. Ну и конечно же, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok